Рабочая группа при департаменте сегодня занималась вопросом определения госпитальных баз. Это очень непростой вопрос. И вот сегодня на селекторе мы подтвердили о том, что госпитальная база должна быть выбрана с учетом индикаторов. Индикаторами основными есть это наличие персонала, потому что мы понимаем, вступая в госпитальную базу, мы должны осуществлять прежде всего очень профессиональную реанимацию. Больные с пневмониями и осложнениями пневмонии должны находиться в очень профессиональных реанимациях. Там это происходит. Поэтому основное это профессионализм, основное это уже, ну скажем так, отработанные бригады, то есть те, которые много лет вместе, они понимают с полуслова друг друга. Это самый важный момент у нас медиков. Второй момент это наличие оборудования, потому что люди уже привыкли работать на том оборудовании, которое рабочее, то, которое им понятно и то, которое может оказаться самым нужным в данный момент. Ну и третий момент это доесть пациентов. Почему? Потому что мы можем сформировать, например, базу в городе Днепропетровске, а при этом больной с покровки не доедет. Поэтому вопрос третьего индикатора основного это близость госпитальных баз к очагам. Поэтому это также сегодня на этом делал акцент и наш министр здравоохранения, и делал главный санитарный врач области. То есть вот эти три основные индикатора, они и легли в основу формирования госпитальных баз. Далее мы формируем резервный фонд, из которого уже впоследствии мы будем оснащать наши госпитальные базы.